Руслан Шевединов Он полностью изолирован С ним не было никакой связи Ему не давали ни посылки, ни письма Мы подали в суд И наконец-то, спустя несколько недель Наш юрист Добрался до новой земли Военным самолетом Увидел Шевединова И сейчас я его приглашу в студию Он нам расскажет о том, как он съездил на эту самую новую землю Что там происходит Но до этого я вам хочу показать Кусочек пропагандистского такого видео Где они рассказывают, как прекрасно Служат солдаты на новой земле Как совершенно все у них Замечательно, прекрасно То есть это лучшее место службы А потом сравним с тем, что нам расскажет Алексей Малаковедов И так Россия 24 рассказывает Как прекрасно новая земля Прием пищи под музыку Так, чтобы лучше усваивалось Если бы это все было в армии еще лет 10 назад То кто бы тогда отказывался родине служить Я чувствую, что мы сейчас нужны государству Что о нас заботятся Что мы нужны России Алексей Малакоедов, юрист ФБК В студии Навальный Лайф Привет, Алексей Спасибо большое, что пришел Вот мы только что посмотрели, как прекрасна новая земля И вот слышал эту фразу Если бы все вот так вот видели, что можно так служить Наверное, отбоя бы не было А ты побывал на новой земле Как тебе вообще Ну вот эта территория То есть вот ты Стоишь на новой земле Что ты чувствуешь, что ты видишь Как она выглядит вообще Я чувствую, как ветер перехватывает мое дыхание Дело в том, что я попал в сезон, когда постоянно идет в юго Но также я чувствую холод Который, кстати, не был настолько сильным, насколько я мог ожидать Ну то есть там Ну то есть там можно гулять, типа ходить по новой земле Если бы не было ветра, наверное, да Правда, ты увязнешь в сугробах глубиной много метров Но в целом это не настолько плохо, насколько я ожидал Ну то есть ты, в принципе, согласен, наверное, с репортажем России 24, что все не так плохо А я его даже не смотрю Расскажи, пожалуйста, как ты вообще туда попал Насколько это отличается от стандартного суда Ну ты приходишь судиться за ФБКшников постоянно в разные суды И сейчас оказалось, что на новой земле как-то туда попал И что вообще там происходило Чем это отличается от стандартного суда Это в первую очередь отличается тем, что обычно материал дела у меня Обычно я заранее знаю вообще историю, как развивалась та или иная проблема Послужившая причиной спора А тут мы судили, ну, с материка о том, что происходит там Лишь исходя из того простого факта, что Руслан нам не пишет и не звонит А, соответственно, вся фактура, она находилась там, за океаном И, соответственно, знакомиться с ней пришлось прямо в динамике, в процессе Да для чего они это сделали? Почему они не провели суд в Архангельске? Мне кажется, это было сделано для того, чтобы избежать попадания на него прессы И, возможно, чтобы Руслан не сбежал каким-нибудь там Ну, хорошо, прессы нет, но ты прилетел на военном самолете Почему ты не мог там привезти с собой камеру и записать Быть одновременно и адвокатом, и журналистом, корреспондентом? Потому что мне активно в этом препятствовали военные Которые, соответственно, запрещали мне снимать И первое, что вообще произошло при встрече с водителем еще, который подвозил меня с Архангельского аэропорта До военного аэродрома, с которого я улетал Это он вручил мне расписку и просил ее подписать Ну, я этого делать не стал, но ситуация на том не закончилась Ну, вообще, ты же просто гражданский человек Они не имеют на тобой никакой власти Они не имеют права у тебя ничего отнимать, собирать И там телефон, и диктофон Это важнейшие инструменты работы защитника Несомненно, не могут особенно делать это принудительно Но они просто не хотели меня пускать в часть И как бы войти у меня не удавалось Ты Шавединова, расскажи, пожалуйста, как ты его вообще увидел? Легко ли было его увидеть? То есть, что это такое из себя представляет? Ну, тебя высадили перед воротами части Снег, буран, ты заходишь туда И там где-то стоит Руслан в ватнике И машет рукой, и тебе улыбается? Дело было не совсем так Мне сначала судья дал вводные, что будто бы Мы туда слетаем и буквально там через 8 часов улетим обратно А сам процесс должен был состояться ночью Соответственно, зрители прошлого эфира помнят Как я стоял, записывал видео В котором титул о том, как же Руслан будет защищать родину Не выспавшимся и усталым Но когда я прилетел, расклад немного поменялся И выяснилось, что суд, соответственно, будет на следующий день Привезли меня не в часть Руслана, а в другую часть Ночевать я должен был там же и жить Соответственно, там же и суд, как ни странно, проводился там же Несмотря на то, что в определении он должен был происходить в другом месте А как ты вообще тогда увидел Шавиддинова? Шавиддинова привезли, соответственно, утром часов 10 на суд На колбаках, на снегоходе, как его привезли-то? На Урале На Урале? Да, вместе с командиром Соответственно, он поднялся по лестнице на третье здание штаба, где происходил суд Я пообещал нашим зрителям, что покажу небольшое обращение, видеообращение Руслана А правильно я понимаю, что тебя там просто металлодетекторами проверяли, чтобы ты не пронес никаких телефонов, ничего То есть прямо в буквальном смысле, как это полиция делает Но при этом это делали военные, которые не имеют права у тебя это все проверять Да Давайте посмотрим, где просто это происходило Дай нам немножко контекста То есть ты приехал защищать человека, ты имеешь право любое количество времени вместе с ним сидеть и что-то там делать, обсуждать, записывать, снимать и так далее Как на практике это выглядело? На практике это выглядело так Я приехал и, соответственно, попросил, чтобы мы согласовали позицию с Русланом И вообще понял, соответственно, всю фактуру дела И был в курсе того, чем я не мог, соответственно, быть в курсе с материка Но мне суд сказал, что давай 20 минут Потом сторговались до 30 И мы, соответственно, пошли в комнату, которая была там в паре дверей от зала судебного заседания Мы тогда вошли Соответственно, снаружи поставили солдата, который стоял и внимательно слушал, о чем мы там общались Давайте посмотрим попытку видеообращения Всем привет из солнечной Арктики, это Руслан Шерединов Я хочу сказать спасибо всем большое за поддержку, за те письма, которые вы пишете За все эти движухи, которые вы развернули для того, чтобы вытащить у меня из лап белых медведей, которые мы сюда стащили Но пока я здесь хочу сказать спасибо всем Так, собственно говоря, что произошло-то? Почему какие-то люди схватили и выхватили у тебя телефон? Ну, они не выхватили у меня телефон Но произошло это потому, что они, собственно, не хотели, чтобы какая-то информация просачивалась на материк Но они не имеют права у тебя ничего отнимать, правильно? Правильно То есть ты не солдат, ты не заключенный, ты просто человек, который находится на территории Российской Федерации Напротив тебя сидит человек, который не заключенный, он тоже солдат, но его права никак не ограничиваются Тем не менее, что произошло? Произошло то, что начали ломиться в дверь и дальше, соответственно, начали требовать, чтобы мы общались только с открытой дверью Но мы, естественно, на это не пошли и впредь разговор с дверью закрытой Но эти стуки и неожиданные появления военных в комнате, они еще имели место быть Я так понимаю, что в преддверии твоей поездки туда, в различных кремлевских телеграм-каналах Начало распространяться различные видосики А Шведдинова же бесконечно записывают, правильно? Я так понимаю, за ним ходит какой-то человек, который постоянно его снимает Да, это отдельная история За Русланом действительно ходит один из числа военных человек, который постоянно его снимает Причем команду они оправдываются тем, что мы делаем только фотографии Что такая процедура вообще свойственна этому суровому северному краю Они должны постоянно отслеживать какие-то физиологические Они же не могут за каждым солдатом поставить каждому солдату другого солдата, чтобы он за ним следил Естественно, это чушь И Руслана снимают на видео И, собственно, эти видео и всплыли, я так понимаю, в период моего отсутствия всяких телеграм-помоек Да, специальное видео, которое рассказывает, как прекрасно Шведдинова служится, как он купается в бассейне, читает стихи Давайте посмотрим 42 секунды такого видео Город ломились враги, броню и щиты одеты Но с армией рядом встали военные, учителя, ополченцы, рабочие, школьники, дети И все, как они сказали о них Скорее смерть испугается нас, чем мы испугаемся смертью Так пусть же пред смертью, жизнью вашей, на этом торжественном печальном поле Вечно склоняйте свои знамена народ благородный Родина-мать и город-герой Ленинград Человек купается в бассейне, ходит в спортзал, занимается боксом Весьма довольны читать стихи и ему аплодируют за эти стихи Расскажи нам об условиях службы Шведдинова Это действительно все так прекрасно, как это выглядит Насколько я понимаю, случай с бассейном, возможно, был единственным случаем, когда Руслану удалось поплавать То есть они его специально привезли в бассейн, чтобы сфотографировать и отправить нам? Ну, специально не могу судить, но вполне вероятно, что это мероприятие было запланировано как-то так Ну а вообще условия службы, расскажи нам немножко больше, что он тебе, ну как бы, он доволен, недоволен, что там с ним происходит? Ну, Руслан имеет возможность сравнить условия службы со спецприемником И он все-таки говорит, что спецприемники лучше, потому что там есть свидания, там есть звонки, там не ограничивается переписка И там есть много свободного времени, что отличает, соответственно, воинскую службу, где большую часть своего дня он проводит чистя снег И у него, кстати, уже мозоли на руках, либо натирая хозяйственное мыло на терке Зачем? Зачем натирать хозяйственное мыло? То есть это армия, мы понимаем, но тем не менее, зачем натирать хозяйственное мыло на терке? Ну это не какая-то порука, это просто они так моют часть Окей, хорошо Ну, Руслану, соответственно, некогда толком там почитать, некогда там побыть наедине с собой Это важный момент все-таки, я так понимаю, известно, что нам отказали в иске Потому что сказали, что у Русланова может звонить, писать, и никто не ограничивает его средства связи Тем не менее, мы знаем, что он ограничен, так что же происходит на самом деле? Ну, важно понимать, что даже отказ в иске не отнимает у Руслана право на звонки Которые, соответственно, никак не связаны с этим судебным решением Ну, мотивировка еще не готова Я, конечно, не могу заранее заскакивать и пытаться предугадать, что там написано И в том числе в заседании всплыло много неудобных деталей о том, как организована почта О том, что Руслану действительно заставляли разговаривать по громкой связи В целях контроля за информацией, передаваемой на волю, потому что... То есть они признали, что он может звонить, когда рядом стоят какие-то люди? Да, это написано в первых возражениях на наш иск И там написано, что эти люди приставлены к нему Потому что начали возникать в сети интернет какие-то публикации про часть И в целях контроля за передаваемой информацией присутствовали офицеры при каждом звонке Прекрасно Что касается вообще... Вся эта ситуация с Шевединовым, она же так вот рассматривается очень многими Ну, в таком, что ли, комическом характере Такая комедия положения У него везли парня на новую землю, он там служит, ха-ха, видит белых медведей Но то, что ты говоришь, если Шевединов считает, что это хуже, чем спецприемник, хуже, чем арест Почему? Чем кормят? Что происходит непосредственно? Ну, то есть, почему он считает, что это хуже, чем тюрьма? Просто потому, что нет свободного времени? Ну, во-первых, это Во-вторых, одиночество То есть, как бы, там, во-первых, в принципе, ощущается отрезанность от мира Она ощущается в том числе... Ну, даже в спецприемнике есть сокамерники, с которыми можно давать какое-то общение Руслан, он чувствует себя изгоем Потому что, как я понимаю, дана установка другим срочникам Что Руслан плохой мальчик, он хулиганец, с ним нельзя общаться И из-за этого он чувствует себя, ну, как бы, абсолютно не к месту И, ну, помимо этого, собственно, у него есть проблемы со здоровьем Там очень плохая вода, которая, естественно, идет из-под крана И даже в военторге нельзя купить воду без газа Я сам жил, там подается только газировка Извините, я перебиваю, мы показали в сюжете в самом начале, что там, типа, шведский стол И вообще прекрасная еда, и вообще все очень хорошо Я не видел... На гражданке никогда так не поешь Там действительно есть шведский стол в этом сюжете Ну, нам показали в сюжете, что очень прекрасная, замечательная еда, соки, и все очень хорошо Ну, на самом деле, процесс питания Руслана организован так Там, как в обычной школьной столовой, есть окошко, из которого выдают еду И есть, может быть, какое-то подобие шведского стола, на котором есть только хлеб и масло Которое Руслан предпочитает не есть, чтобы не вернуться оттуда толстым колобком Ну, собственно, я питался и жил, соответственно, в другой части Поэтому не пробовал, не могу судить Но Руслан говорит, что еда в целом тоже такая не сильно отличающаяся от того же спецприемника Кто был там, тот поймет Он позвонил на следующий день и сказал, что там у него, во-первых, выпал зуб И там вообще у всех выпадают зубы Это правда или это все? Руслан говорит, они у всех крошатся Но у него дошло до того, что, собственно, зуб выпал, наверное, там всего два месяца И он связывает это именно с качеством воды Ну, качество воды, я подтверждаю Мы, опять-таки, жили в разных частях На той части, в которой я жил, горячая вода была ржавая То есть прям коричневая, теплая Фу, холодная вода, она была, соответственно, хлористая Не совсем прозрачная, солоноватая И чувствовалось Ну, то есть мне больше всего там не хватало воды И отдельный момент, что на обедах солдатам обычно дают тоже не воду, а сок И Руслан и всем там постоянно хочется пить Но при этом они понимают, что на пользу им это не идет Все-таки ты видел это все, ну дай нам немножко больше контекста Вот хорошо, они сидят, вечером наступило у них свободное время Они могут выйти, дойти до магазина и что-то купить Есть такая вещь там, как магазин? Или есть там такая вещь, как выйти и куда-то дойти? Такая вещь, как магазин, есть там Есть магазин военторга, но туда свободно Руслан не может выйти Потому что срочники там ходят только с троем Впереди человек в светоотражающем жилете Им там даже курить приходится по команде централизованной Они там собираются, я сам это видел в своей части Как происходит на уголке здания Соответственно ждут пока все такое Почему? Ну, там, видимо, заботятся таким образом об их безопасности В связи с угрозой медвежьего нападения Угроза медвежьего нападения это какая-то просто местная шутка? Это не местная шутка Ты видел медведя? На том стаметровом отрезке, на котором я существовал между штабом и своей общагой Я встретил медведя, даже трех Одного взрослого и двух маленьких Медведи приходят Встретил и сделал что, извини? Ну, встретил я из окна, к счастью, может я некорректно выразился Они приходят ночью, соответственно, когда все спят Ну и в целом после захода солнца люди начинают ходить, ну вот как-то вот так То есть там действительно военные переживают и глядят по сторонам Говорят, что медведь развивает скорость до 60 км в час за одну секунду То есть он прям стартует с места и мчит к тебе, а подходит тихо Я видел медведя из окна, когда проснулся где-то в три ночи И услышал стену лая собак Выглянул из форточки Причем именно выглянул из форточки, потому что само окно заиндивело Там стоит примерно 30 собак вместо привычных пяти, что лежат у меня под окном Вокруг помойки И там лежит медведица с двумя медвежатой на животе Собаки пытаются ее затравить, а она от них отмахивается лапой и рычит Самое смешное, что это длилось минимум 4 часа Потому что уснул я только уже, когда зашло солнце И когда проснулся, медведя уже не было Но все это время я периодически смотрел за развязкой драмы Но ничего не менялось Прекрасная история про медведей Но давайте к Шеведину вернемся То есть сейчас в чем наш юридический план? Во-первых, считаем ли мы, что его права нарушены? Что мы будем делать и в чем план? Мы уже можем сказать, что его права нарушены Потому что я привез Руслану телефон с симкой И договорился с командиром части, что он будет по нему звонить Регламент части подозревает ежедневные звонки по вечерам На буднях половину, второй половины дня в субботу И полный день воскресенья Пока Руслан выходил на связь только в воскресенье И это хорошо согласуется с тем, о чем говорили в суде Представители части и простые солдаты, которые там служат Все подтверждают, что есть один какой-то час солдатского письма Когда их централизованно сажают писать письма и дают звонить Ну и судя по всему, вот этот час солдатского письма нам не удалось перебороть Но нужно дальше ждать наступления воскресенья В воскресенье мы надеемся, что Руслан выйдет на связь Но я уже могу судить, что регламент не соблюдается Ну а безусловно, посмотрим, что будет в воскресенье Дадут ему телефон, но я просто хочу от себя добавить Все это, конечно, забавные истории про медведей Какие-то смешные видосики Но я просто хочу передать Министерству обороны Что вы похитили человека И мы ровно так к этому будем относиться И одно дело, знаете ли, похитили его вести служить Другое дело, что выясняется, что у вас там у всех солдат зубы выпадают И Шеведина и всех остальных солдат просто круглосуточно принуждают к какому-то труду Которое они, наверное, должны делать, но в каком-то регламентном виде, правильно? Они же не должны круглосуточно чистить снег В конце концов, они солдаты, они же не являются рабами, верно? Ну, наверняка Ну, наверняка У всех есть права на отдых Я, безусловно, призываю всех, кто знает о каких-то делишках Минобороны По поводу закупок, по поводу того, что происходит на Новой Земле По поводу ситуации Шевединова Писать нам, связываться с нами И мы, безусловно, конечно, развяжем на эту тему войну с Министерством обороны Которая будет вестись за интересы и Шевединова, и других солдат Если вы их не кормите или кормите таким образом, что выпадают зубы Но, извините, ребята, мы не можем Ни в мирное, наверное, ни в военное время содержать людей таким образом И, безусловно, конечно Ну, я, например, возмущен абсолютно Что за тюремные порядки? Приехал адвокат, снимают Тут забегают, забирают телефон Да какое вообще они имели право У тебя что-то отнимать Препятствовать Это два человека, которые не являются заключенными Они просто нормальные, полноправные Граждане Российской Федерации На одном есть погоны, на другом нет погоны Но, тем не менее, мы же абсолютно были в своем полностью праве Они действовали беспредельно Согласен с этим? Согласен Согласен с этим Спасибо тебе большое, Алексей Субтитры сделал DimaTorzok